Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Если водитель в течение года проигнорировал одно и то же правило 3 и более раз, его нужно лишать прав. Это позиция Министерства внутренних дел. Срок изъятия удостоверения от 1 года до 1,5 лет. Причем речь идет о нарушениях, зафиксированных сотрудником ДПС. Те, что попали в объектив дорожной камеры, в зачет не пойдут. Кроме того, до 30 тысяч рублей МВД хочет поднять штраф за отсутствие водительского удостоверения. Сейчас размер взыскания от 5 до 15 тысяч. Трасса 101 ГИБДД критично отнеслась к законопроекту Министерства транспорта о разделении водительских удостоверений на любительские и профессиональные. Полицейских не устраивает то, что контроль за подготовкой водителей асов перейдет к МВД. Миноборнауки тоже не согласна с идеей Минтранса, но без объяснений. Отмечу, что основной смысл предложения транспортников заключается в повышении качества подготовки профессиональных шоферов. Трасса 101 Группа депутатов Госдумы выступила за отмену правила, по которому за долг свыше 10 тысяч рублей можно приостановить действия водительских прав. Это было внедрено в середине января 2016 года. Парламентарии ссылаются на то, что зачастую даже после погашения долга гражданину права не возвращают. Система дает сбой. Второе обоснование. Люди нередко не знают, что у них имеется задолженность. Трасса 101 В России растет число роскошных легковых автомобилей, зарегистрированных на инвалидов. То есть такие граждане получают льготу по транспортному налогу. Тему озвучила председатель счетной палаты страны Татьяна Голикова. По ее данным, в 2014 году льгота распространялась на 877 авто премиум-класса. В 2015 уже на 1310. Данных за 2016 и 2017 годы пока нет. В России официально представили кроссовер Lamborghini Urus. Восьмицилиндровый бетурбированный мотор объемом 4 литра и мощностью 650 лошадей делает его самым быстрым в мире. Разгон до сотни занимает всего 3,5 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 305 км в час. Как сообщалось ранее, нашей стране в этом году отведено полсотни Urus. И все они уже проданы. Цена вопроса 15 с лишним миллионов рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания.